добрый день спасибо что все пришли очень приятно вас видеть я кого-то вижу уже не первый раз надеюсь видно слышно да очень приятно сегодня я расскажу что у нас нового случилось первую очередь в б.с. библиотечной системе нашей расскажу о том расскажу о том какие сервисы у нас новинки появились немножечко поболтаю о том как у нас прошло лето да может быть это тоже кого-то коснулись наши проблемы новости ну и по другим проектам тоже чуть-чуть пробежимся наверное ну вот мы сейчас посмотрим коротко на план но прежде возьмем такую небольшую паузу расскажу ну что рассказывать тут все знают что лето у нас произошло достаточно необычное да и как татьяна викторовна сегодня сказала случилась угроза перехода в онлайн вот и это угроза нас тоже коснулась мы открыли в свое время если я не ошибаюсь это был наверное апрель большинство наших библиотек и ресурсов для публичного использования бесплатного связи с этим конечно у нас очень сильно возросла нагрузка да мы пытались не отставать от трендов как больше как как можно больше людей пустить в наши стены и за счет этого конечно некоторые проекты отодвинулись по срокам но тем не менее мы с этим делом справились получили большое количество обратной связи спасибо всем кто в этом участвовал прям это было здорово хоть и тяжело вот но и давайте теперь пойдем по плану в первую очередь я расскажу о зоне обновления контента в нашей библиотеке это такая штука на самом деле не очень новая но на мой взгляд очень важная и иногда незаслуженно забытая расскажу про новый сервис книжная полка вбс расскажу об обновлениях сервисе проверь свою рпд презентую наверное мобильное приложение новое которое у нас случилось и расскажу о новых сервисах в арт портале да может быть кому то тоже будет интересно ну давайте потихонечку начинать зона обновления контента она существует у нас уже порядка года до мы и немножечко дорабатываем тем не менее вижу что в первую очередь по обращению в нашу службу поддержки что зона достаточно могла бы быть полезной но наверное кто-то не знает кто-то не помнит что ей можно пользоваться эту зону можно найти через главное меню через раздел сервис она так и называется обновление контента многие подписчики и бы используются базовой коллекции то есть огромное более 100 тысяч книг подписка и одним из бонусов в библиотеке является то что она пополняется обновляется новыми изданиями там за которой отдельно не надо платить но тем не менее они приходят доступ и могут быть использованы в ваших программах и мы поддержку получаем иногда такие запросы там пришли что у вас есть нового вот ну и мы как бы терпеливо рассказываем что перейдите в эту зону посмотрите давайте я тоже сосредоточу ваше внимание на этой зоне она достаточно простая то есть определенным образом как я показал через меню через главное меню через сервисы мы переходим в обновление контента в этой зоне мы работаем как раз периодом дат который нас интересует и фильтрами можем указать те выборки книг которые нам сейчас интересны допустим нас интересует период с такого то по такое то число нам интересны научные учебные издания или например только учебнике только учебные пособия по какой-то теме Например, в моем примере мы смотрим все научные издания, которые появились в такой-то период для магистратуры. И, соответственно, в вашей подписке покажутся все доступные издания, которых раньше не было. Это достаточно удобно. Здесь есть один лайфхак. Я называю это новым интерфейсом EBS, потому что когда-то был старый. Но в новом интерфейсе есть такая шестереночка, которая позволяет настроить весь каталог и смотреть только те издания, которые есть у вас в подписке, или смотреть на те издания, которые в целом появились в EBS. Ну так вот, если вы смотрите только по подписке, вы увидите издания, которые пришли в определенный период, доступны для использования прямо сейчас. Если вы смотрите все издания в библиотеке, вы можете увидеть те обновления, которые вам недоступны, но тоже можно их приобрести. Здесь, соответственно, сортируемый список, достаточно большое количество фильтров для того, чтобы вам проще, быстрее и удобнее получать обновление контента. И вот через такую кнопочку вы можете выгружать в Excel и добавлять книги в некоторые сервисы. Об этом я тоже позже расскажу. Я понимаю, что это решение может быть не очень изящное, все возможные манипуляции прятать под одной кнопкой. Мы над этим работаем. Я в следующих вебинарах расскажу, как мы эту проблему решим. Но, тем не менее, вот такая история с массовыми операциями, она сейчас распространена через весь каталог, через все рабочие зоны ЭБС. И по факту все манипуляции с изданиями, которые можно совершить, можно совершать через аналогичные кнопки. Но это мы чуть позже еще посмотрим на примере других сервисов. Поэтому, если вам нужно получить обновление, посмотреть, что есть нового по вашему профилю, пожалуйста, пользуйтесь этой зоной. Она доступна всем преподавателям, библиотекарям, главным пользователям вузов. Пользователям вузов приглашаем. Ну, аж если что-то появится непонятное, поддержка наша всегда поможет. Давайте переходить дальше. Да, еще один момент. Если появляются вопросы, вы их смело пишите. Что успею на лету, отвечу на лету. Что не успею, я запишу. И в конце обязательно отвечу. И к этому учебному году мы, собственно, подготовили новый сервис, который называется книжная полка. Тут, наверное, не нужно там как-то сложно об этом сервисе говорить. Это функционал, который позволяет сделать подборки изданий, книг, чего угодно, периодики и передать их определенной группе читателей, студентов, например. Находится этот сервис также через меню, через кнопку сервисы и книжная полка. Управление этим сервисом доступно у нас библиотекарям, преподавателям. Студенты, которые окажутся в книжной полке, могут только ее читать. Соответственно, здесь ставим мы достаточно простые задачи. Можно создать книжную полку, назвать ее, атрибутировать определенным образом и поместить туда различными методами необходимый контент. Так, если мы находимся в книжной полке, у нас уже там есть определенные созданные, скажем так, подборки, то для навигации по ним мы, опять же, используем достаточно стандартную для нашей ЭБС систему навигации. То есть это поиск по названию, по курсу, по году, для которого предназначается эта полка. И также есть выбор по учебной группе. Очевидно, что когда мы создаем нашу полку, нам нужно ее определенным образом атрибутировать, чтобы там не потерять. И достаточно просто найти. И здесь также предусмотрены различные варианты работы с этими подборками. Я сейчас более подробно расскажу. Тут делюсь своими личными наблюдениями, впечатлениями, вызывает у некоторых товарищей вопрос с дублированием. Эту кнопку мы то внедряем, то скрываем. Но на самом деле, когда я оцениваю, как используются более ранние сервисы, например, сервис книгообеспеченности, мы видим, что зачастую дисциплину, подборку используют повторно в иных направлениях. С небольшими изменениями используют на следующий период, допустим, для первокурсников следующего года. И поэтому дублирование мы здесь тоже предусмотрели. То есть достаточно просто. Можно скопировать имеющуюся полку, быстренько переназвать, что-то ненужное удалить, добавить. И таким образом мы пытаемся экономить ваше время. Сама книжная полка может наполняться двумя способами. В первую очередь, это через интегрированный, прям в сервис расширенный поиск. То есть, когда вы создали новую подборку, прямо в управлении самой этой подборкой вы можете произвести поиск изданий. Опять же, поиск идет по большому количеству параметров. Это через введение ключевых слов, фраз, ну вообще любых поисковых запросов в поисковую строку. Поиск по автору. Ну, мы называем это поиск по автору. На самом деле происходит поиск по большому количеству, опять же, параметров. Это авторы, соавторы, ответственные редакторы. Ну и, в общем-то, все, кто приложил руку к изданию. Мы понимаем, что этим сервисом во многом могут пользоваться библиотекари, поэтому мы, собственно, и рубрикатор ББК, на текущий момент это в основе лежат сокращенные таблицы, тоже предлагаем. Для преподавателей мы предлагаем фильтрацию изданий по направлению. Ну и дальше, опять же, наш любимый рубрикатор по типу издания, году издания и издательству. Таким образом, прямо в самой книжной полке вы можете забить все необходимые параметры. Я считаю, что этих параметров более чем достаточно для поиска изданий. И вот обычным плюсиком добавить их прямо в книжную полку. Но, однако, мы, опять же, когда оцениваем то, как ведут себя люди в ЭБС, лично я вижу, что не всегда удобно, грубо говоря, находиться в одной вкладке и через нее производить все операции. Иногда, ну, такое вот, скажем так, осознанное блуждание по ЭБС приводит вам к тому, что вы где-то в поиске, в каталоге, в какой-то подборке находите книгу, которая может вам пригодиться. В одном сервисе книжная полка или в любом другом. Соответственно, можно добавлять... Так, а, это у нас как раз просмотр показывается. Можно добавлять книги практически из любого места. Ну, собственно, сейчас немножко расскажу о том, как эта полка выглядит для преподавателя и для студента. И здесь будет один момент, который тоже нужно будет учитывать в работе. Момент, он, ну, знаете, такой достаточно спорный. Мы, конечно, призываем наших подписчиков стараться передавать структуру ВУЗа в ЭБС, потому что это открывает дополнительные возможности. В частности, в сервисе книжная полка, когда у вас передана структура и заведены, ну, заведены, наверное, плохое слово, оформлены учебные группы, то созданная и привязанная учебной группе полка становится автоматически доступна всем студентам. Однако, если вы не передаете структуру, ну, в таком случае, для того, чтобы поделиться книжной полкой, вы можете просто скопировать и отправить ссылочку, студент ее откроет и окажется в нужной подборке. Здесь какой момент преподаватель, ну, или библиотека, скажем так, владелец книжной полки, может ее редактировать, удалять издание, дополнять, переатрибутировать. Студент же в этом случае может видеть только список книг, читать их, ну, и, собственно, дальше осуществлять какие-то действия, там, добавлять в избранное, работать с цитатами, ну, в общем, все, что предусмотрено в самой читалке ЭБС. Вот, вернемся немножечко к наполнению, как раз к тому случаю, когда я рассказывал, что мы там блуждаем по ЭБС и нашли книгу, которую нужно куда-то добавить. Соответственно, вот у нас пример, когда в каталоге ББК мы находим необходимое издание, отмечаем ему галочкой и через вот эту вот спорную, но достаточно эффективную кнопку массовых операций добавляем в книжную полку. Действия здесь могут быть различные, допустим, если это студент, то здесь у него разворачиваются действия в стиле добавить в избранное и более персональные настройки для преподавателя. Здесь, допустим, можно добавить книгообеспеченность и, конечно же, вот она наша книжная полка. Таким образом, находясь в любой зоне ЭБС, мы можем нужные книги добавлять в книжную полку, в нужную подборку. Это делается достаточно быстро. Более того, находясь на странице самой книги, когда мы понимаем, что эта книга нам нужна, мы опять же через массовые операции можем добавить ее в ряд сервисов, в том числе и в нашу книжную полку. В свое время я записывал видеоинструкцию, которая в YouTube на нашем канале лежит. В презентации ссылочка есть. То есть там, наверное, чуть более структурировано. Я рассказываю о том, как этим пользоваться. Ну, наверное, там это больше похоже на какую-то инструкцию, нежели на презентацию, как сейчас. Ну, давайте двигаться дальше. В свое время мы рассказывали о таком сервисе, как называется он «Проверь свой РПД». Находится он там же, через главное меню вкладки «Сервисы». Сервис этот в перспективе, наверное, мне видится, должен заменить текущий сервис книга обеспеченности. И есть у него ряд преимуществ. Нужен он для того, чтобы создавать, наполнять, контролировать дисциплины в направлениях подготовки. Здесь мы приводим, при первом входе в сервисе вы будете видеть сводную статистику. Она нужна в первую очередь для контроли. Здесь все достаточно персонально. То есть дисциплина закрепляется за преподавателем. Показывается, сколько дисциплин заполнено, сколько дисциплин пустует. И если мы видим, что книга в будущем периоде подписки, ну, например, в следующем году, может стать недоступна, ну, тут я сейчас чуть-чуть подробнее расскажу, то такие книги подсвечиваются и говорят, обратите внимание, эта книга может уйти. Хотя по опыту скажу, что, ну, мы на всякий случай эти книги подсвечиваем, но для большинства изданий отдел работы с правообладателем продлевает договор. И таким образом, ну, сейчас вот я чисто, опять же, наверное, по опыту двух лет скажу, что уходящих изданий становится меньше. И большая часть изданий переходит в следующий период подписки. Но, тем не менее, такой функционал есть, и если вы понимаете, что у вас момент какой-то там аккредитации или работы подходит, то можно зайти в этот сервис, если его ранее заполняли, и посмотреть, какие книги требуют сейчас внимания. На всякий случай их можно заменить. Я не знаю, насколько здесь удобно и видно, потому что функционал достаточно насыщенный, да, но постараюсь объяснить. После того, как вы создали новую дисциплину в этом сервисе и атрибутировали ее определенным образом, указали направление подготовки, курс, также можно указать учебную группу, мы переходим к ее наполнению. Здесь есть несколько вариантов наполнения. То есть, в первую очередь, здравствуйте, в первую очередь мы говорим о том, что мы сейчас, я не знаю, насколько это новость, но мы вот прям очень плотно работаем с автоматическим наполнением дисциплины. То есть, когда вы создаете дисциплину, указали и направление подготовки, и название дисциплины, и курс, и мы уже, опираясь на наш накопленный, скажем так, опыт, с достаточно высокой долей вероятности, можем посоветовать книги, которые точно подойдут. Да, с вероятностью, которые точно подойдут. Вот. При этом мы уже автоматически, опираясь на типы издания, года издания, разбиваем контент на основную и там дополнительную литературу. Эта кнопка называется автоподбор. То есть, если вы создали пустую дисциплину, нажали автоподбор, мы предложим те издания, которые с точки зрения нашего машинного интеллекта, скажем так, подойдут в эту дисциплину. Соответственно, мы здесь сюда и интегрирован, и встроенный, ну там, поиск, да, о котором мы много сегодня говорим. Вообще, поиск неотвратимо, скажем так, становится основой любой библиотеки, там, ЭБС, любого, ну, любой площадки, которая работает с книгами. Мы это видим сейчас и на примере поведения наших читателей на большом количестве витрин, да, у нас есть же не только там университетская библиотека, есть и библиотека нонфикшен, и интернет-магазин, и школьная библиотека, и даже библиотека по искусству, арт-порталы, еще ряд проектов. И мы видим, что там, ну, зачастую 80% всех операций, которые заканчиваются чтением или, там, скачиванием в некоторых ресурсах книги, осуществляются через поиск. Поэтому эту историю мы не оставляем, развиваем, и, соответственно, куда можно интегрировать поиск расширенный с большим количеством параметров, мы это делаем. Поэтому в сервисе «Проверь свой РПД», да, сейчас про название я отдельно скажу, он тоже интегрирован. Опять же, очень похоже на то, что есть в расширенном поиске, похоже на то, что у нас есть в качестве фильтра в каталогах представлено, и то, что мы смотрели в книжной полке и в обновлении контента, механика примерно везде одинаковая. Вводим запрос, уточняем атрибутами, получаем списки изданий, которые можем добавить в дисциплину. Мы надеемся, что подбор изданий в дисциплину, таким образом, через автоподбор, через расширенный поиск, будет быстрее, опять же, интегрируется это все в одну зону. И, собственно, откуда взялось название «Проверь свой РПД», это вот эта магическая кнопка РПД. Здесь я, наверное, много могу рассказывать, но, скорее всего, не буду там очень глубоко закапываться. Идея состоит в том, что, имея файл рабочей программы «Дисциплин», мы можем его сюда загрузить. Это может быть и документ в формате Word, и даже скан, и мы постараемся этот файл распознать. Но здесь я сталкиваюсь постоянно с большим количеством проблем. Здесь я сталкиваюсь с огромным количеством проблем, связанных, ну, так вот, давайте честно говорить. Я считаю, что есть некоторые недоработки со стороны нашего Министерства образования, когда у нас приходят достаточно расплывчатые требования по оформлению многих вещей, да, в том числе и рабочей программы, в том числе и там учебного плана, в том числе с такой вот интересный приказ о требовании QoS, да, что это такое, вроде читаешь, а на самом деле конкретики-то нет никакой. И в результате мы получаем, что в каждом вузе разрабатываются свои стандарты. Более того, у каждого преподавателя есть свои особенности, стили оформления рабочей программы. И есть еще вариант, когда сама библиографическая запись, описание издания составляется, ну, как-то по-разному. Поэтому чем больше мы прорабатываем таких документов, тем лучше становится наше распознавание. Но с каждым новым пакетом распознавания мы находим кайлы, которые распознались неудачно. И эта история, ну, по моим ощущениям, закончится не скоро, но тем не менее, этим летом сервис стал достаточно лучшим. Мы обработали огромный пакет документов, и теперь, когда вы загружаете файл рабочей программы дисциплин, он распознается, и вы видите те издания, которые уже есть в ЭБС в качестве точного совпадения. Если такое издание не находится, мы пытаемся предложить аналоги. И, опять же, если мы и аналогов не нашли, ну, мы честно говорим, что вот такой книжки в ЭБС нет, и аналогов, скорее всего, на текущий момент мы предложить не можем. Это достаточно удобно для скорости наполнения и, опять же, для контроля уходящих изданий. В конце периода подписки. Так, да, для вашего удобства, опять же, здесь в левом меню сделаны фильтры. То есть, здесь мы можем смотреть заполнение дисциплины, с которыми все хорошо, отдельно отметить галочками дисциплины, которые требуют внимания, и мы увидим там, где нет книг, где книги могут идти в следующем периоде. Ну, и, соответственно, фильтровать все дисциплины там по ответственному, по кафедре, направлению. На мой взгляд, такая механика достаточно удобная и, в принципе, она, ну, для индивидуального использования, наверное, хороша. Для получения общей большой картины, ну, давайте говорить откровенно, да, это, наверное, не самый удочный вариант, но мы тоже над ним работаем. Для получения большой картины о общем, скажем так, элементе книгообеспеченности, который обеспечивает ЭБС, наше ЭБС в подписке ВУЗа, подходит старый сервис книгообеспеченности. Для индивидуальной работы новый сервис «Проверь свою РПД». Я думаю, что рано или поздно мы это дело поженим и какой-то всеобъемлющий комплексный инструмент вам предложим. Тут чуть-чуть еще тоже расскажу. Ну, мы занимаемся сейчас сбором и там учебных планов, и, собственно, самих файлов РПД. Нам большую часть передают, собственно, через этот сервис наши клиенты. Мы это все дело анализируем, отсматриваем и таким образом еще прорабатываем сейчас некую рекомендательную систему. То есть мы видим, что если одно и то же издание в одной и той же дисциплине, в одном и том же направлении используется в нескольких ВУЗах, то такая книга автоматически будет рекомендоваться участвовать в автоподборе и в ряде других сервисов для того, чтобы показать, вот эта книжка точно подходит. Чем больше мы обработаем таких файлов, тем больше мы пройдем учебных планов, тем, собственно, будет точнее наши предсказания. Но уже сейчас такие издания попадают в рекомендации, и это, я считаю, очень круто. Так, давайте я сейчас постараюсь прочитать вопрос. Так, при подборе литературы в РУЗах учитывается не только когда, но и тип издания. Да, у нас же есть, ну я же не один тут такой сижу, у нас есть библиограф. И библиограф нам говорит, что в качестве основной литературы для дисциплин таких-то направлений подходят книги с актуальностью, с годом актуальности таким-то, с типом издания таким-то, с уровнем образования таким-то, и, ну там еще есть ряд параметров вспомогательных, на основе которых мы понимаем, что там для такой дисциплины, в таком направлении мы можем подобрать, допустим, учебник, учебное пособие, еще что-то. Для другой дисциплины в качестве основной литературы мы можем подобрать какие-то дополнительные типы издания. Ну вот здесь начинаются частные случаи, с которыми я лично сталкивался, это я вот все еще на вопрос отвечаю, да, с которыми я лично сталкивался, у меня, честно говоря, вот шаблон там сломался совсем. То есть если мы говорим о, ну простите меня, если я неверно говорю, о там театральных специальностях, да, то там учебников в РПД на самом деле не так много. То есть я был удивлен, что в качестве, там, допустим, обязательной литературы приводятся статьи из каких-то достаточно старых изданий. Это касается там и сценического костюма, там, и еще чего-то. И, ну, чисто вот автоматически понять, что эта статья подходит для, там, какой-то дисциплины в таком-то направлении достаточно сложно. Поэтому мы анализируем то, что вы ручками добавляете, да, для того, чтобы стать умнее. Аналогичная ситуация у нас, допустим, там, допустим, теология, да, мы достаточно хорошо ее проработали, направление, но оно очень сложное, потому что, помимо там учебников актуальных, которых на самом деле не так много, мы изучаем огромное количество трудов, да, старых, в том числе и там какие-то сканы, и которые, ну, вот робот не может понять, что это важная книжка, но вы нам говорите, что она важна, или напрямую, там, звонки, да, или добавляете сами в дисциплины, и мы понимаем, что да, это важно. Поэтому вот отвечая на этот вопрос, у нас есть базовые принципы, проработанные с учетом большого количества параметров, да, учебное пособие, и мы пытаемся разделять их по уровню образования, чтобы понять, сюда это подойдет, сюда не подойдет. Но есть большое количество частных случаев, поэтому есть куда расти. Ну, надеюсь, я хоть как-то ответил. Так, и вот теперь, наверное, и моя боль, и моя радость, это вот мобильное приложение VPS. У нас, конечно, был опыт создания мобильных приложений, но, честно говоря, мы получили такое количество обратной связи, и в том числе там по делу, негативные, что, ну, все это пришлось учесть в разработке. Мы потратили достаточно много времени, сил, там, мозгов, нервов для того, чтобы сейчас пригласить вас на новое мобильное приложение. Сейчас оно доступно для устройств, там, телефонов и планшетов на Android, но прямо вот в ближайшее время, я надеюсь, в ближайшие недели, мы для iOS тоже, для всяких iPhone-чиков мобильное приложение предложим. Так что давайте я попробую по-быстренькому рассказать, показать, а уж проверить, если вы являетесь подписчиком нашей библиотеки, вы можете самостоятельно. То есть в мобильном приложении там, опять же, решается несколько проблем. В первую очередь это рубрикация и навигация. То есть мы говорим сейчас необычную, не про обычную читалку, когда скачал файл и как бы открыл, читаешь, а о элементах реально там нативного приложения, когда можно что-то найти. Соответственно, в новом приложении у нас есть развернутый многоуровневый рубрикатор, библиотекари, возможно, заметят, что в основу этого рубрикатора все-таки легли сокращенные таблицы ВПК, как наиболее, наверное, актуальный, формальный метод сбора контента. Если интересно, две минуты тоже могу об этом рассказать. История какая. Когда мы говорим о методическом контенте, да, то о контенте, который участвует именно в образовательном процессе, там ключевым рубрикатором является рубрикация по УГС, да, по направлению и дисциплине. Но однако же, как я уже говорил, во многих специальностях используются издания, которые никак не атрибутированы по типу издания и по уровню образования. Но такие издания чаще всего, да, начиная там с 80 какого-то года, имеют там шифр ВПК. Соответственно, хорошо зашифрованное издание имеет достаточно широкий набор признаков, информации о том, куда его можно отнести. Поэтому в основу рубрикатора у нас сейчас внутри лежит рубрикатор ВПК. Так как приложением в большинстве своих пользуются именно читатели, обычные студенты, мы не делаем индексы, не выводим, просто выводим обычные там печатные названия. Таким образом туда попадают все возможные издания, которые есть в подписке. Соответственно, в каждом из разделов имеется фильтрация по автору, названию, году. Ну вот все, о чем я рассказывал в интерфейсе, все это переехало и в приложение. И, соответственно, в приложении есть расширенный поиск, такой же большой, могучий, как на сайте. За одним исключением, что сайт умеет искать все издания, которые доступны в вашей подписке, а при постановке определенной галочки может показывать издания, которых нет в вашей подписке. Это удобно для формирования там следующего этапа подписки, да, поиска каких-то редких изданий и так далее. Приложение работает по факту. То есть, ваш вуз подписан на 100 тысяч книг, соответственно, ваши студенты могут видеть, читать, искать только по этим 100 тысячам книг. Я считаю, что это решение правильное, потому что, ну, давайте понимать, что на одного там библиотекаря есть несколько тысяч студентов, да, и именно мобильное приложение, наверное, в первую очередь, решение для них. Ну, я рад, что если, скажем так, и библиотекарь, и методисты, и преподаватели, может быть, еще кто-то из вузов тоже будут им пользоваться. Почиталки. Вот я, опять же, опять же, я буду рассказывать, скажем так, формальную часть, да, и немножко делиться своими переживаниями. Читалка достаточно стандартная, ну, на мой взгляд, удобная. Чем больше экран, тем удобнее читать. Все это понятно, очевидно. В читалке есть навигация по номерам страниц, есть вариант с закладками, есть вариант с поиском по ключевому слову или по набору ключевых слов, прямо по тексту книги. При этом поиск работает, даже если у вас нет интернета, и это важный момент. Мы уже как бы на такие грабли наступали и пытались ранее часть книг отдавать для чтения онлайн, может быть, какие-то варианты давать скачивать. Пришли к тому, что лучше давать скачивать все, что есть в подписке. Ну, понятно, что мы это дело защищаем от копирования, ну и, собственно, полная безопасность издания имеется. Вот, поэтому чтение каждой книги происходит только после загрузки на устройство. Вот, и, собственно, потом можно там неограниченно им пользоваться, но неограниченно в рамках периода подписки, опять же. Здесь еще есть интересный момент, когда мы говорим там о закладках и других там персонализированных данных, связанных с чтением. Если вы читали и вообще пользовались ИБС достаточно активно на сайте, у вас, вероятно, появились закладки, у вас появились книги в избранном, и когда устанавливаете приложение и авторизуетесь под своей отчетной записью, все эти данные переходят в приложение. То есть у нас сейчас даже нет необходимости, допустим, как-то скачивать книгу, потом ее перекладывать на устройство, мы просто кладем ее там в избранное, устанавливаем приложение, и в избранном эта книга будет. Аналогичная ситуация у нас происходит и в самом приложении. Мы нашли новую книгу, там положили ее в избранное, сделали там какой-то ряд закладок, и спустя там несколько минут, грубо говоря, мы все это можем видеть на сайте. Ну, я думаю, это как бы... Ну, тут нет такого, скажем, чего-то новизны какой-то, да, прям большой, но это очень удобно, поэтому я на этом акцентирую внимание. Да, ну, это как раз я немножко вперед себя и забежал, как раз об этом речь и шла. То есть все у нас синхронизируется в обе стороны. Так, ну и здесь я на этом слайде привожу сводную информацию, что у нас и для входа необходимо авторизоваться под теми данными, там, в виде логин и пароль сайта. Опять же, повторюсь, доступны книги, которые есть в подписке. На текущий момент работает на планшетах и телефонах с версией Android 5.1. Уже прилетели первые, скажем так, комментарии, можно ли понизить версию. Да, понизить версию можно, но там не прям вот, чтобы сильно значительно. А понижение требований мы помним, знаем и будем работать. И еще момент. Само приложение весит немного, но надо понимать, что сам файл книги, который скачивается на устройство, может весить достаточно, прям вот, может быть достаточно объемным. Если мы говорим о современных, там, таких летучих учебниках, то они весит немного, там, 20 мегабайт, в принципе, для современного устройства, это нормально. Но если мы скачиваем какой-то, там, отсканированный, редкий труд, да, и, там, исторические какие-то штуковины, вот я, допустим, скачал, там, 30-страничную документацию к танку Т-34, там, Второй мировой войны, на небольшая, скажем так, брошюра, добрый день, да, но при этом она весит, там, 100 мегабайт, потому что это действительно скан газеты, ну, и такой вот бумаги, и поэтому, если мы попадаем на такую книжку, конечно, она занимает достаточно много места на устройстве, но это вот тот компромисс, к которому мы приходим. Вот, и еще один момент, вот эта боль, которую я хотел с вами поделиться, она, наверное, касается, ну, касается всех, кто сейчас на электронном книжном рынке работает, это форматы. Мы знаем, что там методическая литература, там, научная литература, ну, и вообще много всего издается, ну, выпускается и верстается издательствами, передается нам в формате PDF. Связано это с тем, что там присутствует большое количество формул, графиков, там, я не знаю, изображений, схем, таблиц, и вот этот формат, он сейчас активно используется, но окончательно не побежден. То есть, если мы говорим про художку, когда есть там легкий читаемый текст, он достаточно легко, ну, форматируется, там, в популярные форматы типа EPUB, там, FB2, еще что-то, и это дает возможность его там резинить, масштабировать, делать перенос строки и делать чтение более удобным. Но мы, когда готовились и изучали, вот, ну, всю базу контента, да, то есть это, если по большой подписке это где-то 110-115 тысяч книг, то у нас их там по 200. Мы проходим все издания, ну, как бы делим их на группы и анализируем, и по факту переданного от издательств контента в достаточно хорошем виде для того, чтобы его масштабировать, ну, резинить, да, переносить, его меньше 10%. Поэтому на текущий момент читалка, она отображает книги, ну, так как у нас все-таки упор на методическую литературу, в, скажем так, масштабируемом, но без переноса строк формате. Ну, я думаю, там, установите приложение, это все увидите. Да, местами это, ну, не шибко удобно, но и работаем с тем, что есть. Как мы знаем, по-моему, Литрес, да, собирались у нас сделать в B3 формат и победить как раз эту проблему. Ну, положили на это, я не знаю, сколько лет, ну, что-то типа 5-10 лет на это дело положили, ну, и не особо успешно. Ну, я думаю, что к этому делу мы рано или поздно придем и победим методический контент со всеми его сложностями, сделанным максимально, там, доступным, хотя бы небольшую, начнешь с небольшой части, которая наиболее качественно сверстанных изданий. Вот, а здесь, ну, все мы с этим сталкиваемся, это те реалии, в которых мы живем. Вот, поэтому, как бы, можете устанавливать, пробовать, там, обратная связь приветствуется, ну, в общем, всех приглашаю. И, да, скоро будет и на iPhone. Вот, и таким образом мы потихонечку от, собственно, ЭБС перетекаем в арт-портал. Здесь как-то так получилось, что вышло достаточно много новых проектов, ну, и по мелочи много всего сделано. Вот, соответственно, здесь у нас есть, ну, что-то мы там подоформили, причесали и сделали новые подборки. То есть для тех, кто занимается у нас там преподаванием, изучением мировой художественной культуры, у нас есть теперь классная коллекция, называется «Шедевры мирового искусства». Здесь есть рубрикация у нас по векам, до, от нашей эры, после, вплоть до сегодняшнего дня. В каждом из веков, грубо говоря, работает рубрикация по автору, по странам, по видам искусства. И каждое из изображений здесь, в этом разделе, имеет развернутое текстовое описание. То есть, ну, вот прям вот бери да показывай, да, здесь не нужно ничего придумывать, все уже написано. Достаточно удобно, полезно, я надеюсь, информативно. Второе, ну, интересно, я, извиняюсь, я не искусствовед, да, могу где-то лишнего сказать, но, как бы, технически мне все равно приходилось этим заниматься. Вот, поэтому для меня там некий, там, скажем так, интерес тоже представляет вот новый проект, который называется «Японская гравюра». У меня голова сломалась, честно говоря, когда мы собирали этот проект. Потому что, ну, мы смотрим на произведение, да, оно прям в стиле, вот тебе японская гравюра как есть. Смотришь страну происхождения, а это какой-нибудь там Франция, а лежит она в британском музее. И сидишь и думаешь, господи, куда же эту гравюру-то, в какую страну ее поместить. Да, поэтому отбирали по месту происхождения, а о том, где это хранится, где это было написано, есть информация в описании каждому изображению. Здесь есть навигация по векам, фильтры по автору. Ну, интересная штуковина, на самом деле, получилась в том плане, что, действительно, вот произведения мирового искусства, как их правильно атрибутировать, опять же, стандартов, ну, так особых-то и нет. То есть, по месту хранения в музее, по месту создания, да, по месту рождения автора. Вот, автор родился там, создавал в другом месте, хранится в третьем. Полная для меня была такая, ну, достаточно серьезная задача, ну, как бы при помощи там нашего искусствоведа разобрались. Поэтому посмотрите, да, я думаю, будет интересно. Ну, и такая небольшая новость, ну, я расцениваю как заботу, да. Мы, наконец, добрались и все-таки сделали мобильную версию для арт-портала. Поэтому у многих людей, у многих подписчиков ФБС есть дополнительная подписка на арт-портал, да. И, собственно, ну, что уж, пора было, давно пора сделать. Вот и сделали. Мобильная версия у нас, собственно, работает в виде какой-то там новостной ленты, где там бесконечное листание изображений. Каждое изображение открывается в полноэкранном просмотре с зумом, плюс-минус, есть текстовое описание и большая часть контента, который у нас есть на десктопной версии, компьютерной версии от портала, если вошла и в мобильную версию. Вот, поэтому, собственно, милости просим, можете попробовать, посмотреть, кому это интересно. Есть большое количество рубрик, разделов. Ну, я надеюсь, это стало намного удобней. Вот, поэтому на текущий момент, наверное, по кратким новостям у меня все. По планам рассказывать не буду. Ближайший план, как я говорил, уже дать вам мобильное приложение для айфончиков. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте, с удовольствием отвечу. Спасибо. Татьяна Викторовна, спасите меня от неловкого умолчания, пожалуйста. Спасаем, спасаем. Спасибо. Нет, все нормально, все хорошо. Большое спасибо Артему Валерьевичу за сегодняшнюю встречу, за сегодняшний такой обзор новинок и новостей разработки. Я думаю, что это было полезно для наших подписчиков. Да, вот у меня тоже вопрос возник по поводу РПД. Связка с РПД – это очень актуально для всех преподавателей, для всех, кто их пишет в немыслимых количествах и в короткие сроки. Конечно, хотелось бы это все автоматизировать и сделать максимально удобно для всех, поэтому то, что делает ЭБС и то, что делает университетская библиотека онлайн, то, что делает Директ Медиа, это, конечно, очень здорово. Будем надеяться, что все получится. На этом мы, наверное, нашу содержательную часть сейчас заканчиваем и переходим к нашей выдаче сертификатов. Но еще раз поблагодарим Артема Валерьевича за сегодняшнюю встречу. Наверное, если вопросов больше нет, мы его, наверное, отпускаем, а с вами уже переходим к нашим организационным вопросам. Большое спасибо, Артем Валерьевич. До новых встреч. Ждем. Продолжение следует... Продолжение следует...